Всем привет! Сейчас специально для канала Банковский мы поговорим о том, как снизить проценты по кредиту в Сбербанке. В любых банках, в том числе и в Сбербанке, конечно же, есть возможность подать заявление на снижение процентов, но на самом деле никакое заявление не гарантирует того, что процентная ставка будет снижена. Сбербанк не любит это делать и это практикуется очень-очень и очень редко, что кому-то снижается процентная ставка, но, конечно, бывают такие случаи, но, конечно же, варианты рассматриваются индивидуально, только на индивидуальных условиях и у человека должна быть максимально веская причина для того, чтобы процентная ставка была снижена. И для того, чтобы снизить процентную ставку, нужно, во-первых, следить за процентной ставкой, в принципе, за ключевой ставкой по всей России, то есть ставкой от Банка России. Если вы брали, например, кредит достаточно давно под очень высокую процентную ставку, и на то время, например, несколько лет назад у Банка России процентная ставка также была гораздо выше, чем сейчас, на данный момент, то вы можете рискнуть и подать заявление. Например, процентная ставка от Банка России снизилась на большое количество процентов, где-то в пределах 10. Тогда, да, вы можете попытать удачу. И для этого необходимо прийти в любое отделение Сбербанка, а лучше в то отделение, в котором вы и оформляли кредит, если вы делали это очно, а не онлайн. И вам необходимо связаться с любым кредитным менеджером и объяснить ситуацию. Конечно же, при вас должен быть ваш паспорт и кредитный договор. Еще помимо того факта, что, например, сейчас снижена процентная ставка у Банка России, лучше всего, конечно же, предоставить какие-либо доказательства, что вы не можете, например, оплатить кредит по таким высоким процентам. Например, у вас снизилась заработная плата. Например, у вас появилось какое-то заболевание. В общем, какая-то резкая причина, по которой банк, возможно, примет к вам какие-то меры. То есть, снизит процентную ставку. У кредитного менеджера вы пишете заявление на снижение процентной ставки. И это заявление может рассматриваться достаточно долгое время. примерно за 1-2 месяца, и где уже вам озвучивается решение. То есть, либо ставка остается прежней, либо же есть возможность ее снизить. И именно, насколько можно ее снизить. Но чаще всего, конечно же, Сбербанк предлагает либо оформить рефинансирование, либо реструктуризацию, либо вообще предложит вам кредитные каникулы. Но в любом случае, попытаться сделать это можно. И, в принципе, ничего вам за это не будет. Ну, а ссылки на самые лучшие кредитные и дебетовые карты находятся в описании к этому видео. Это видео снято специально для канала Банковский. Если оно оказалось для вас полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok